друзья пока искандер пошел на тренировку секрет вот долголетия в спорте в беге там это уметь дай хард это круто да а как они уже не так хороши наш бег на выносливость немного деградировал я не знаю как бы но я слышал какой беспредел творился в сборной как бы и лёша я так понял не тренируется по размеру сись конец то есть кичным я же монтируем не еще полчаса на твари она допускать эфир а мы пишем есть смысл до сказать ему что это запись с другой стороны люди могут не понять и до конца как бы думать что вот на что просто игнорируем их вопросов я подозреваю что таких людей будет очень много много лучше сказать нет лучше действительно сказать сначала потому что в общем мы не в прямом эфире нет так так не надо надо говорить серьезно серьезно передача да извините там до уже мотивирует до ешь до этого собрались вкусно кстати тебе а почему не в прямом эфире ну в общем с учетом сегодня мы записываем да да я не очень верю то что ну как бы опять камеры свет и да все как то же нам же да мы решили сделать сегодня передачу не в прямом эфире а в записи только из-за того что московский марафон огромное количество бега отнимает сил и огромное количество коммуникаций связанных с марафоном и поэтому субботу было бы все это сделать очень тяжело поэтому мы попросили нашего гостя степана кистина да вы не представляете как метели тяжело с этим человеком рядом сидеть просто каждый раз как в эту сторону поворачиваюсь начинается приступ истерика просто объяснил степа очень похож на пашу волю так образца 2006-2007 года тоже бегал особенно вот в полу оборота и самое удивительное в палатках тоже вот элементов может так вот это да вот это все так каждый раз поворачивали паша а сама приглашу что степа сегодня пришел шарфики в таком ну типа 42 и 2 и силе раньше клонировали там группы до как это по стране там какие-то поэтому вас путают с искандером не а вообще смешно добыл бывает такое что в метро ехать ехать едешь и иногда спрашивают а можно с вами сфотографирует собой искандер можно сфотографироваться пожалуйста очень помоле ним за вами в инстаграме я вчера вам лайк поставил набрали 20000 а прикинь что была бы ситуация вообще другая если спех и путали и вы бы вдвоем и вдвоем бы бегали он кстати бегает нет почему мне бы обычный тяжеловато кто-нибудь вообще из комедий клуб бегает ну в любом случае я должен все-таки сказать эти слова спасибо большое ребята что вы здесь все вместе с нами собрались это одиннадцатая углеводная загрузка одиннадцатая и финальная в этом сезоне не есть этого слова очень грустно конечно я люблю слово последние последние потому что ты не сапер и сегодня у нас в гостях вы получается начинали сезон с искандера заканчиваем то тобой на чемпионом россии можно себе позволить спасибо что ты пришел да и сегодня нас в гостях степан киселев степан олегович киселев чемпион россии двукратный чемпион россии между прочим них мухра родом из кемерово из кемеровской области прости из киселевска из киселевска да из населенного пункта киселевска а там всем дают фамилию когда уезжаешь губушки селёв представлять на шутки шутками например просто в россии есть такая традиция славная от места где живешь получать такую фамилию да я семья например из деревни смирнова я как бы тут не впрягаюсь в эту историю поэтому да я родился в другом месте поселок саркисяновск мы спускаемся в центр спускаемся в центр да когда для проблемы для пилингов людей которые одинаково разговаривают на двух языках они очень часто я например по себя говорю я одинаково говорю ну одинаково плохо говорю и по-русски и на армянском и очень часто бывает что я перевожу устойчивые выражения как русском языке такие в армянском на соседние языки то есть в армянском языке есть например когда ты машина останавливается ты из нее спускаешься у вас сушили но не не спускаешься говоришь пожалуйста остановись здесь я спущусь и у людей возникает какой-то что куда спустишься что или понятие того что ты где я в центре я сейчас спущусь центр то есть то есть на армянском с машины слезть это как бы в переводе сече ну а произнеси произнеси лично к не стою с кичном я выйду то есть я и врачи нам уже загрузка будет на армянском не обязательно это делать нет не факт на кемеровском на кемеровском там русский но это оттуда же да я за тобой скучаю на это из другой языка люди что-то да как это странное ну понятно странно а спущусь из мы из такси это нормально а поговорить за что-то за что-то за что-то поговорить это странная история на мой взгляд на районе на районе на районе тоже вообще у вас как на районе там где-то родился обстановочка была на скале бич я недавно туда ездил кстати после томского марафона но я бежал там полумарафон и как бы к бабушке у меня там остались бабушка дедушка я к ним туда заскакивал и вот был момент такой я только с автобуса вылез это буквально прошло пять минут до меня докопались гопники я просто решил снять улицу где решил убежать ростом и блин это им не понравилось они до меня докопались ну говорит ну сурсу там еще актуально вот такие челочки все лысо они в принципе здесь актуальны скажи пожалуйста я правильно понял что ты в тренировочном процессе такой одиночка да да у нас практически все бегом не таки не но почему вот в прошлом ты бегаешь в группе нет я не бегу в группе но я не профессионал то есть у вас нету никакого хотя темы с беговым клубом и такая мировая да да это как бы да все бегуны отчасти как бы одиночки даже если меня брать тут говоришь да я не профессионал я участвовал травмировался как было и не бегал там банально одну неделю не бегал я после этого вышел на тренировку я вообще весь разобранный у меня как бы начал бегать у меня пахи болят колени болят все болит как бы то есть мы получать профессионалы каждый профессионал умеет спускаться туда куда-то в любители превращаться да и потом снова из любителей выкарабкиваться туда то есть умирать да профессионал ну и и возможно иногда говорим как бы перерождаться секрет вот долголетия в спорте в беге там это уметь каждый год превращаться там грубо говоря в перворазрядника и потом из перворазрядника снова международника это обязательная да тема это вопрос интенсивности процесса и периодизации правда но некоторые которые тренируются с тренерами они как бы они весь бывает что весь сезон шарашит шарашит у них как бы есть спады но они такие не сильный и они вот выжигают все все соревнования выигрывают выигрывают выигрывать постоянно вот в тонусе находится и потом какой-то сбой происходит если то иногда они вот ну падают с этого уровня и потом некоторые просто не могут вернуться туда смысле не но они привыкли вот мы некоторые как бы уже привыкли там из говна выбираться вот эту боль проходи потому что когда начинаешь бегать это не понимаешь что такое боль это вопрос того что ты выходишь и например не можешь быстро бежать я правильно ты начинаешь задыхаешься до задыхаешься бываешь ну блин там первый подъем попавшийся забегаю дыхалки не хватает ноги все прям закисляются прям ставит а я не знаю потом банально если ты даже отстоял тренировку на следующий день подстоял тренировку что это означает это хоровое пение типа потренировался знаешь по плану по плану все сделал и на следующий день призывался да и ты как бы на следующий день присыпаешься у тебя все болит мышцы там ну то есть принципе у многих любителей которые входят в бег знаешь я когда извини пожалуйста я до конца вопрос я по это меня должно быть очень много давай это все таки пропорцию белковые углеводные когда я говорил одиночка я не имел ввиду что ты бегаешь один я имею ввиду что ты без тренера тренировать это ну отчасти то есть тренинг как понять отчасти тренер уже в моем случае как бы он как бы по определяет точки пункты видео пункты до которых я должен добраться чтобы дойти до цели например цель где-то там а а ты получается чтобы сразу одним шагом не может добраться до этого пункта типа получается надо сначала точку а b c и потом туда и а как я до ближайшей точки буду добираться это уже как бы мое дело а тренер как бы определяет такие моменты то есть он не курирует тебя по твоим новкам каждый день да да нет нет но раньше когда был молодой да там все прям ты вечером что-то то-то делали кто-то не ритм тренер а сейчас он уже старый нет я уже нашли кучу тренеров поменял на данный момент я не говорил который у меня три блин надо кофту одеть вот получается в начале когда спортсмен приходит не просто давай заново эту мысль просто чтобы был так что ты начал отвечать сначала баки а потом вдруг оказал вопрос вопрос в том что у тебя был изначально один брикмахер и потом дыхание тренер тренинга да двигай вот когда идет речь сейчас синхронном плавание я вообще ноль это же ну вот здесь такая проблема по вашим прическам у вас один парикмахер да да по поводу говорили относительно того что ты тренируешься без тренера да как вообще это возможно не раньше были какие-то майлстоуны которые тренер то есть реперные точки через которые тебя вел ты от них шел кстати как ты шел то есть у это фиксировалось через тренинг пикс как-то не записывалась или что я имею до по точкам например например в тот месяц надо например объем такой набрать чтобы уже там контрольную тренировку например такую то сделать посмотреть как у тебя организм реагирует на эту контрольную тренировку там например следующий месяц уже в горах что-то какой-то объемную работу проделать ну такие вот моменты я это в первую очередь имею а в промежутке все-таки есть сервисы до тренинг пикс но тренер как бы не пользуется ими а ты пользуешься для себя у нас есть сборная как бы мы обязаны скидывать все тренировки и главный тренер старший тренер он все видит если он захотел там посмотреть человек киселев там делал например в это время он заходит на этот ресурс и смотрит нормально это нормально фиксируешь и фиксируешь свои тренировки часами да не я ничего не я просто оттренировался они автоматически синхронизируют что ты в любом там ты сам как бы не мониторишь эту историю но просто они там отгрузился все эти в общем и только бывает что как бы сообщение прилетает давно не синхронизировал например да тренировки приходит там сообщение когда тренировки будут но при этом у тебя бывают ситуации при которых там не знаю какая-то сложная тренировка и ты такой вот то о чем ты говорил что там выбираешься из этой ямы понимаешь что больно и там такой ладно сегодня там не да да я вот сейчас в этом положении нахожусь когда я вроде бы не неделю какую-то не бегал и начиная старту свою подготовку и как бы тут такая дилемма есть ты не должен это все форсировать потому что самый главный момент вот в этот период ты находишься в зоне риска потому что твои связки мышцы немного ослабли и ты по старой памяти начинаешь бегать как раньше и они не выдерживают и начинаются травмы как бы поэтому тут надо плавно входить в бег как мне кажется и как все это все равно это некий процесс который у тебя прописан и ты понимаешь что после там травмы после болезни после там вот его ты такой типа ну не так агрессивно начинаю тренироваться начинаю тренироваться плавно а вот если у тебя ситуация которая штатная твоя базовая тренировка но она сложная ну просто какая-то работа адская там которую нужно проделать и ты выходишь на там трек дорогу и понимаешь что блин ну вот прям ломает да это все время и дать но ты даешь себе послабление ну то есть договори умеешь договариваться с собой относительно того что типа не контролирует сегодня чуть-чуть там дам слабины и там знаешь такие мысли бывают посещает когда там например ты бежишь контрольную тренировку грубо говоря 7 километров или 8 километров и ты подходишь к тяжелому этому моменту остается три километра тебе там один черт что-то шепчет там а ты давай все равно до старта еще далеко давай ну расслабься ты а другой нет там надо и кто кого а всегда всегда вот этот не знаю как ну судя по тому что он два раза выиграл чемпионов россии очевидно но если если чертей сваливался во время бега этот этот сезон кстати я начал очень поздно готовится после москва прошлого прошлогоднего московского марафона я съездил отдохнул потом понимал что нас не восстановит и опять придется выступать только внутри страны на марафоне а это был очевидно чемпионат россии в казани и как бы он начале мая и вот самая проблема ты отдохнул уже это пускай ноябрь месяц да и у тебя следующий старт май это большой кусок вообще и ты не должен как-то раньше времени стартануть подготовку тебе ты входишь такую зону как бы ты не туда не сюда как бы держится свое состояние как бы еще и еще и не начал как бы готовиться потому что раньше времени начнешь готовиться ты просто где-то закончишься в феврале в марте а еще до старта там два месяца вот этот баланс тяжело держать тяжело его ловить как бы а вот у меня вопрос кстати по поводу помнишь ты сейчас задал вопрос по поводу циклов как все это делается есть же им как бы макро циклы когда люди тренируются от олимпиады к олимпиаде то есть это никогда у тебя каждый год на вертом чемпионат россии когда ты вот ты в олимпийской сборной и тебе выступать каждые 4 года и вот как раз вот у тебя есть макро циклы которые как раз и отсекаются по четыре года я честно говоря не верю в такое это об этом любят говорить на на самом деле олимпийский год начинается тогда только все а у нас же олимпиада в этот год может быть речь идет о смене поколения. Например, 4 года пришел юниор какой-то, и за 4 года он должен вырасти в такого зрелого спортсмена. Ты знаешь, там есть еще один нюанс, связанный с другими видами спорта, просто они еще обременены отбором. То есть, олимпийский цикл, ну, не обязательно, может, игровые виды спорта. Там есть именно вот эта система отбора к соревнованиям, которая там 2, через 2 года, через 4, которая заставляет смешивать, если это игровые виды спорта, схемы по привлечению новых спортсменов, замены старым, или сохранение какого-то костяка и добавление к нему атлетов, которые в данный момент находятся в идеальной форме. Слушай, но вот... Ну, в принципе, у нас тоже касательно олимпиады, у нас тоже начинается отбор за практически за 2 года. У нас вот с января того года открылся период, когда мы можем пробежать марафон, выполнить норматив, и все. Ты попал, как бы, на олимпиаду, останется только быть лучшим среди трех русских, например, да, от своей страны, чтобы поехать. И это идеально, да, ты вроде бы там где-то в какой-то период выполнил норматив, и все. Ты перед олимпиадой, ты оставляешь период чисто готовиться на олимпиаду. А не так, что, как мы, например, сейчас будем май... Раньше было, конечно, май месяц, или апрель, и ты «А, надо отобраться там». Окей, ты пробежал, отобрался, а уже там олимпиады, уже не успеваешь подготовиться. Исходя из этого, ты сейчас спортсмен в рассвете сил. Ты на данный момент, но абстрагируясь от нынешней твоей травмы, и то, что ты пропускаешь московский марафон, да, ты сейчас объективно самый быстрый марафонец в России. У тебя нет ощущения, что у тебя крадут твое время вот этим безвременным состоянием, когда профессиональный бег в России отлучен? Да, определенно. Но ты вот сам, как человек, который находится в этой системе. Скажи, пожалуйста, ты можешь отвечать полутонами. Я понимаю, что у тебя есть какая-то коммуникация с федерацией, не все ты можешь открыто говорить, и не обязательно здесь шашками махать. Я, например, считаю, что вот эта тема, что жрут все, ловят только нас, это неправда. Есть какая-то история, которая все-таки справедливо вернулась сюда бумерангом. Или это все-таки исключительно политический расклад, возможность унизить нашу страну через олимпийский спорт. Ну, скажу честно, в начале, когда все это начиналось, я тоже так думал, что, ну, не без оснований как бы нас все. Потому что я слышал, да, я не знаю, как бы, но я слышал, какой беспредел творился в сборной, как бы, и... О каком беспределе и когда ты говоришь? Ну, то, что там вот эти старшие тренера, там, Мельников и все, там, которые были, там просто все подогнули под себя. Это все... Это какой временной промежуток? Если говорить о том периоде, когда все начиналось... Это какое, какие годы? Начало, наверное, где-то с 80-х, мне кажется. Вот ад был, да? Даже можно там с определенными людьми ассоциировать, которые пришли к управлению, и вот с того периода начиналось все, но оно было, видимо, в каких-то рамках, которые не давали выйти за эти пределы, да? Но потом, наверное, когда у нас чемпионат мира это был? 13-й год, да? В России? Да. 13-й, по-моему. Надо проверить. Вот, наверное, ближе к тому времени это вышло из-за какие-то рамки доступного, допустимого, и пошел вообще беспредел. Это стало неконтролируемо, и вот это появились интернет обильное, получается, молодые могли любую информацию найти в интернете. Были люди, которые все подряд там выкладывали, бред, не бред, да? Но... О чем мы сейчас говорим? Я просто поймать не могу никак. Про допинг? Да. Ты думаешь, что в интернете можно было легко найти все, что нужно есть, чтобы стать быстрым? Ну да, конечно. И даже профессионалы этим пользовались. Когда вот это беспредел, да, был, я думал, ну, в принципе, очевидно, как бы есть за что нас закрывать там туда-сюда. Но потом, когда я видел, что ситуация прям очевидно поменялась, но нас продолжают держать закрытыми. И причем так по-свински относятся как бы к спортсменам из России. Они негласные правила есть там, например, менеджерам вообще не иметь контакта никакие с российскими атлетами. Даже банально, если задеть вот эти нейтральные допуски, как их рассматривают, это вообще бардак. Ну вот, если взять тот год прошлый, там дали допуски атлетам, да, когда они банально не успевали уже визу на чемпионат. Что там? Специально это было? Я не знаю, специально, не специально, но уже такое ощущение, как будто давали допуск, ну вообще как бы людям, там, например, в род рожает девушка, ей допуск, или человек травмирован допуск, дали, да, а сильным атлетам, как будто их специально прям убирали, и все. И там, на самом деле, на Западе даже некоторые не знают, что мы закрыты. Например, в Кении сидишь, говоришь им, вот мы в бане, они спрашивают, а что, где ты побежишь-то? Я говорю, ну мы не можем там в Европе жить. Причем в Кении, в стране, где тоже так рыльца в ушку-то. Там вообще очевидно. И как бы... Почему очевидно? Ну там очень много спортсменов были, причем в недавнее время, были уличены в использовании допинга. Да, сейчас надо договорить эту тему. И вот этот даже год взять, доха, чемпионат мира нашим дают добро буквально вот недавно, да, за две или за сколько, за три недели допуска. И вот, например, марафон, да, как ты готовишься, готовишься, тебе что, готовиться на чемпионат мира, не готовиться, да, тебе за две недели дают допуск. А, окей, ну все, марафон с дивана будет. А как мы знаем, за две недели очень легко подготовиться. Это мой метод. Ну вот, таких куча моментов. И на допуске банально они вообще не отвечают. Ты шлешь им, вот на мою заявку, они, я как отправил первый раз, наверное, в шестнадцатом году, и до сих пор вообще никакого ответа. А кто-то этим занимается в федерации? Там назначены типа независимые три человека, которые занимаются рассмотрением заявок. Ну, у меня такое чувство, они вообще этим, может быть, два раза в году собираются там венцов вместе попить, и, а что у нас там нынче, какие заявки? А у тебя есть их прямой телефон? Он через почту России только у них коммуникация идет. извини, теперь понятно. И, как бы, люди, да, даже, например, первые года получали, получили нейтральный статус. Они подают автоматически на следующий год тоже заявку на нейтральный статус. Им нет ответа уже там до нескольких лет. Я очень даже взять тот год, в том году дали из бегунов Жене Рыбакову, да, два близнеца есть Рыбаковых, в том году одному дали допуск, другому не дали допуск. А в этом году Анатолию дали допуск, Жене не дали. Там вся Россия их не умеет различать, но они видимо как-то их измечают. Они не могут так поехать тот, кто лучше, в лучшей форме. То есть давай все-таки вот эту часть грустного нашего разговора о судьбе чемпиона России в современном современных российских реалиях мировых реалиях закончим. К тому, что было время, было за что банить. Сейчас ситуация резко изменилась. Контроль усилился. нам приписывают, что ну вот у них жестоко ловится. Да блин, если ловится, это же хорошо, значит, все, контроль работает, все в порядке. Но я не знаю, обидно, да, конечно, то, что сколько уже четыре года, ровно четыре года, я напомню, у нас за самый там такой плохой допинг дают четыре года, мы получается полноценный уже цикл отсидели, а мне так как бы так не повезло, да и многим марафонцам не повезло, то, что я как раз вошел в такую золотую стадию, золотой возраст для марафона, и я этот золотой возраст просидел здесь. А у тебя есть какой-то ближайший твои амбициозные планы? Токио. Что у тебя? Токио. Токио? Да, ну конечно мечта есть еще на менеджерах выступить, но не знаю. А как проходит процедура профика получивания? Отбор. Отбор, да? То есть на менеджере? Это уже зависит от менеджера, с которым ты работаешь. Это вот опять же связки с этими. Что за менеджеры? Ну менеджер, спортивный менеджер, который у каждого менеджера есть подвязки там с марафоном. кто-то там например мешок сумку водки везет там организатору какого-нибудь марафона и у него все там на мази. Ну это ты сейчас про Казанский говоришь, а мы еще про Казанский ну то есть вот хорошо ты говоришь в Токио, да? Вот мы понятно как в Токио поедем. Мы пошли, сели, поиграли в эту лотерею и купили. Не купили, пошли в 42 километра точка.ру там купили. А ты? Ты же так не можешь? Или пробежали из трех часов? Ну это легкие пути. Легкие пути, да? Не, это там уже зависит от связи менеджера, получается. То есть вся элита через wildcard только по приглашению вся элита? Да. Ты напрямую не можешь написать организатору Кстати, в Японию вообще проблематично попасть, потому что они ограничивают количество африканцев, количество с Европой. Войнете являешься с некоторых пор. Да. Нет, это к тому, что поэтому все хотят в Японию, потому что там немного африканцев. А, не африканцев, и следовательно конкуренция выше. Да, да. А если Европу, вот взять пример и Европу сравнивать, они там, например, какой-нибудь вот, что у нас будет скоро Амстердам, Берлин, Там на старте будет туча вообще их. И даже не факт, что сильнейший марафонец африканский выиграет, да, или пробежит быстро. Кто-нибудь обязательно там стрельнет. Например, тот, на которого паспорта крови нет, который никогда в жизни там доп.контроль не сдавал. Они будут везти, наверное, да? Нет, нет, просто марафон такая дистанция, но тяжело сохранить стабильность и обязательно. Но если везти толпу, обязательно кто-нибудь из них стрельнет. Ну, я и говорю, что они едут туда толпой и когда ведут, ну, можно, ну, как вот в гонке, в велогонке, везут всю гонку спринтера и в конце спринтер выскакивает и всех делает. Здесь то же самое? Ну, да, расскажи, пожалуйста, это очень интересно, потому что, если мы говорим про велогонку, то разница между групповым выступлением и одиночкой может нам до часа доходить. То есть человек, который сидит в группе, приедет на час раньше, хотя затратил сил меньше, чем человек, который в одиночку сражался с ветром, да? В беге история, понятно, что есть пейсеры, помимо эмоциональной составляющей. В чем еще получается читерство? В том, что ты бежишь в компании? Марафон, ну, такая вещь, ты должен как бы быть концентрирован, да? Вот если отбрасывать эту эмоциональную вещь, ты должен все время так работать, не давать себе послабления, что если когда бежишь на результат, ты, получается, держишь себя в тонусе, а группа как раз помогает это. Потому что наступает марафон, такая длинная дистанция, вот если сравнивать даже с теннисом, они большие сеты устраивают эти матчи, обязательно, вы замечали, наверное, в каждой игре обязательно кто-нибудь проседает в какой-то момент, а потом снова возрождается, как, да, вот недавно там Медведев чуть не вытащил вот этот матч. И то же самое в марафоне, она настолько длинная дистанция, что да, ты окей, ты можешь пробежать там тридцатку, да, быть собранным, но если ты расслабишься хоть на пять минут, ты такого этого словишь, да, и ты поплывешь, и потом банально можешь потом обратно не собраться. И вот как раз группа помогает вот это. Соперники тебя в тонусе получается, как бы держат так он. Ну да, опять же психологически. И поэтому опять перекатывается это все, то, что проблемно бежать марафон быстро в России, потому что конкуренции не такая высокая, да, и мы банально... И ты в инстаграме? Я один год попробовал, решил бежать на результат. Это был восемнадцатый... Подожди, восемнадцатый... Пу-пу-пу-пу... Нет, восемнадцатый, Надо было. Забыл уже. Чемпионат России был в Волгограде, и я хотел просто после Кении сразу же максимально быстро пробежать. Я чувствовал себя неплохой формы, и хотел узнать свой максимум. Я побежал все со старта практически один. У меня был пейсер, и он провел два километра. И я потом вышел и пошел как бы один. Все бежал, все неплохо, но где-то на тридцать пятом километре я просто закончился, и я пешком дошел. Меня Ревенков и обошел там. А вот в этот момент, если с тобой была бы еще группа из Сайз Мирима твоего уровня бегунов, то ты бы вытащил не исключено. Возможно, это можно, знаешь, после этого хоть что угодно. Продолжай, просто закольцовывая тему о преимуществах, которые дает групповой бег, да, условно, сопровождение команды. И переведем это в начало разговора, то, что также я убежден, я понял это, когда находился, тренировался в Кении, что группа, это гораздо больше просто на соревнованиях, на тренировках тоже должна быть группа. Она вообще прокачивает просто нереально. То есть Die Hard это круто, да? Да, это круто. А можешь вот пояснить, я смотрел буквально вчера пресс-конференцию перед московским марафоном, Дима Тарасов там рассказывал, ну это директор московского марафона, ты может не знаешь? Конечно, знаю. Он рассказывал про то, что как раз в России в связи с тем, что не хватает сильных бегунов, есть проблема с пейсерами для лидеров. Как это работает? Я просто не особо в курсе и не хочу показаться невеждой, но я не очень понимаю, что он имел в виду. Проблема с пейсером? Да, ну что, это люди, которые создают эту группу для лидеров. И в чем? Ну почему их нельзя менять, например? Я не знаю. Нет, определенные правила есть, которые должен пейсер от начала до конца вести. Я, кстати, однажды тоже был пейсером. Это был 2008 год. Чемпионат России на 10 тысяч метров на стадионе. Надеюсь, знаете, что это такое стадион? Ну это такое типа место, где убивают людей там пиками вот эти вот. Да, типа там. Дыбой. И мой друг бежал, он решил бежать на рекорд России. И я как бы был молодой, там, решил ему помочь. И как раз мы бежали. Получается, я его провел около 4 километров, что-то такое. И потом сбавил темп, он, получается, дальше побежал, а я просто сбавил темп, трусцой бежал и ждал, когда он мне замкнет круг. и после этого я снова его повел. И он тогда успешно установил рекорд России, который до сих пор, кстати, стоит. И вот сейчас появился талант такой, Никитин, который как бы пытается это все сделать, но для него банально не могут найти пейсера, который хотя бы провел бы его. на десятке. Это его сильная дистанция, по-моему, да? Только непонятно, пейсеры на марафоне для тебя, ты и так бежишь быстрее всех. Какой пейсер у тебя может быть? Да, пейсеров, ну, хотя бы, даже на полдистанции не могут найти у нас в России, не только для меня. это пейсеры, это те, кто официально бегут быстрее, чем чемпион России, которые должны держаться максимально, насколько это возможно. Они не всю дистанцию. Они не всю же дистанцию бежат. Он же бежит в этом темпе кайф вообще. Все равно непонятно. В смысле, вы что, вы что, не знаете, ни разу не видели такого? Сейчас Берлин включите в следующее воскресенье. Бегут ребята. Та же будет бежать. Его держат, его приблизительно в той же униформе ребята из соседней, из той же деревни исключено. С кем он тренируется? Они бегут в его темпе половину, больше они не могут, потому что он сильнее их. Они просто условно 30 вытаскивают с ним и отваливаются, потому что дальше не могут бежать. А последнюю десятку он уже борется один. онлайн-трансляцию с Лешей, кстати, Нью-Йоркского марафона. Ни разу я пейсеров там не видел. И я тоже. Один бежит и бежит сам себе. Не, ну подожди. Окей, окей, ты про велосипед знаешь, но ты же кучу видел гонок, где там, например, команда работает на одного, грубо говоря, Фрума, да? Или кого еще можно? Не, это понятно. Это стратегия. Саган немного другого, он все-таки спринтер. Но в целом они тоже работают на него. Ну, например, это не только командная стратегия. Тащат, потом отваливаются, пошел. Ты посмотри, в огромное количество, там просто поправь, если я не прав. Там есть марафоны, где это запрещено. Или на чемпионатах мира нельзя. На чемпионатах мира. Но остальных, то есть, грубо говоря, у тебя бежит кодло с тобой, который может и бутылочку тащить с тобой питание и так далее. Бежит кодло. Они с тобой могут выдержать не всю дистанцию в твоем темпе, но они тебя потащат тридцатку, которую ты отдыхаешь эмоционально. Или ты не понял? Ну, кстати, это вот в Европе они часто так устраивают, потому что они гонятся за лейблами, им для поддержания лейбла нужен высокий результат. Они разрешают пойти. То есть, специально это не понятно. А, например, американские марафоны, мейджоры, они, например, без пейсеров забеги проводят. И тем самым становится забег более зрелищный. Потому что кенийцы очень, как бы, они на максимум бегут очень хорошо. Слушай, ну давай... Что значит на максимум бегут хорошо? Ну, вот на высокую скорость, а когда в ход идут тактические какие-то игры... Объясни, пожалуйста, это очень интересно. То есть, они могут терпеть, правильно я понимаю, хорошо? А что ты имеешь в виду под тактическим? То есть, выдержать? Те не на скорость, а на этот, да? Да, да. Например, вот заметьте, Моффара, когда бежит, никогда этот забег не проходит быстрым. Потому что, помимо того, что кенийцы говорят, то, что под него, где Моффара бежит, сразу приглашают кенийцев, которые слабые. Потому что Моффара там рулит все, как бы, он для них герой, как бы, и он не хочет соревноваться с более сильными атлетами. И вот, когда Лондон был, да, Кипчоги его принес, и он даже ушел сразу же, ему было, ну, прям неловко. Зазвездил. Ну, да, вот так. И вот кенийцы, они как бы, все равно в скорости проиграют ему, и так, какие-то тактические игры не могут банально. Они вот готовы лупить с самого начала, насколько хватит? У меня вопрос, если в цифры уйти, вот ты, например, бежал вас, твой лучший результат на марафоне, когда ты чемпионат выиграл, сколько было? 2,12? Сколько? 2,12,56? 2,12,56. Вот темп, вот твой средний был на этой дистанции, ну, на первой половине, какой был? Ну, ну, блин, я не помню. Просто мы так любили цифры. 3,10. 3,10. Окей, то есть, получается, первую половину, ты бежишь 3,10, и тебе нужен человек, который тоже бежит 3,10, правильно? Да. Но потом вторую половину, ты ускоряешься, ты бежишь по 3? Я сохраняю темп. А, ты всегда ровный, у тебя нету этих сплетов, да? Ну, в идеале, конечно, вторую половину надо быстрее проходить, но... Просто я к чему говорю, если ты находишь человека, который бежит с тобой половину марафона с 3,10, и может бежать, просто сколько бы ты не терпел, ты все равно, получается, ты не закисляешься, ну, ты беги дальше, чпокай чемпион России, вот что вопрос. Вот он объяснил. 3,10, да, это полумарафон будет в район, там, час 06, а у нас такой человек, который не способен час 06 бежать, он сам либо на марафон встанет, либо там наполовинку куда-то будет готовиться, где заработать деньги, чем... чем прибежит на кого-то. Чем кого-то пейсить? А, ты можешь с ним поделиться призывами? Ну, кенийцам, например, платят, вот, к примеру, я был в Японии, и со мной были два кенийца, которые пейсить приехали, я у них поинтересовался, сколько вам заплатили. Тысяча долларов? Они говорят, мы даже не рассматриваем предложение, которое меньше 12 тысяч долларов. Ну, на сегодняшний день, 6 куриц и кукурузная лепешка. Да нет, это, конечно, фиг мы про кенийус, может, перейдем к следующей главе нашего замечательного романа под названием... Алкоголь и бег? Это... Это мой роман. Саш, давай, не будем. А бизнес и кений? Скажи, пожалуйста, ты выпиваешь вообще, в принципе? Ну, я... Вина можешь шарахнуть в ящик? Раз в день, в течение месяца. Ну, вино могу, но больше пива, предпочитаю. Пивасик. Ну, это потому что становитель хороший, как ты думаешь. Там много углеводов. Но, кстати, когда в Кене приехал, я понял, я после этого, кстати, практически перестал употреблять. Как пиво? Кенийское пиво называлось? Объясни, я не понимаю, почему. Там Гиннес, они, по-моему, любили. У меня еще там есть свое. Как же оно называлось? Это, наверное, Найроби. Не, почему ты перестал употреблять? Таскер. А, да, да, да. Почему перестал употреблять? На правах рекламы. Там реально выпьешь чуть-чуть, там сразу печень срабатывает, ты на следующий день выходишь, вообще заблок хватаешься. Когда работаешь на максимум, и, например, в горах это особенно, да, легко добиваться в группе, тем более с кенийцами, ты понимаешь, что любая мелочь, любая там какая-то еда, не очень которая, да, она влияет сразу на внутренние органы, и они сразу сказываются тебе, стучат оттуда на тренировки. Ну это синдром скучающей печени. Я понял, это когда там был момент, вино или пиво, что-то выпили мы там, а после полумарафона, когда я приехал, мы решили отметить там личный рекорд. Кальянный. И чуть-чуть выпил я, и он потом вообще неделю мучился. Ты знаешь, кстати, мы потихонечку перешли к вопросу к питанию, я как человек, который, как и все присутствующие здесь, подписан на твой инстаграм, я заметил, что ты очень щепетильно относишься к приему пищи. Вот у тебя это пунктик такой особый. Более того, в период, когда ты готовился к Казани, там был вот этот момент, когда ты нещадно ел только белки за две недели, а потом вот этот был волшебный момент, когда тебя там можно, и там Наполеон килограммовый или какой-то торт появился у тебя на столе. Я, насколько понял, ты очень внимательно относишься к питанию. Ну, не сказать, что прям так, ну, бургеры всякие, как бы, если ем, то, как бы, супруга, которая готовит, то есть, настоящие, свежие, а не то, что там Макдональдсы какие-то. То есть, я позволяю себе такие вещи, да, порадовать. Вот пицца, я, сколько она лежит уже, думаю, когда я пасту закончу. Давай мы закончим твою пасту и пить. Это, кстати, твоя тарелка. Судя по инстаграму. Не, питание, это, как бы, важный момент, который, за которым надо следить, но и в то же время, прям, крайности какие-то не нужны. Мне кажется, ощущение, что ты, тренируясь и готовясь к марафонам, ты же, у тебя там дичайшие объемы, дичайшая просто расходка калорий. Да, да, да. Чего не положи туда, там вообще пофигу. Вот вообще пофигу. Вот поэтому надо как раз долгие углеводы стараться. Вот у меня супруга любит картошку, да, а я ее терпеть не могу, потому что она как в топку закинула, она быстро сгорела, и все. Ты про вареную сейчас? Да, любую. А не, про чипсы. А не, не лекает. Да, и бывает, что вот объемная тренировка какая-то, ты, например, что-то не такое поел, длинное, долго сгорает. Мяса, например, где не было. У меня всегда мясо в рационе, оно должно быть. И к вечеру ты уже выходишь на тренировку, у меня бывали такие случаи, я убегал. Одинокий наш зритель в Германии сейчас заплакал прямо сейчас. Извини, да. И убегаю в одну сторону, как бы я туда-обратно бегаю, и добегаю к половине дистанции, и у меня прямо начинают руки трястись. Это из-за пива. Не факт про что, он одинокий. И вот я помню, шел, и у прохожих что-нибудь спрашивал, у вас есть что-нибудь там сладкое, или что-нибудь. И мужик с ребенком шел, у него там в пакете, я увидел, персик какой-то. Отобрал ребенка. Отобрал, да. И он увидел меня с дрожащими руками, такой, ребенка отодвинул. Пакет отдал. И пошел, и позвонил в полицию. И вот касательно углеводной загрузки, вот это, углеводная загрузка, ваша передача, кто-то говорит, что это как бы, ну, неэффективно. Вот, кстати, Канова, да, он так, ничего особенного о ней не отзывается, да. Хотя знает, слышал об этом. Как бы мы думаем, что это чисто советская тема, и они, это наше чисто, да? Разработка. Ну, знаем, о чем мы, надо, наверное, зрителям объяснять. Канобу? И вот, я все-таки верю. Не, не, я не знаю, правда. Ну, убираешь углеводы. Да, вначале получается. Да, и потом это как пружина. Ты потом, типа, как губка у тебя, а последние несколько дней, да, за сколько ты делаешь? За три с половиной дня ты уже начинешь. За три с половиной дня, типа, как организм, как губка, кликоген, начинаешь заливать куда, куда не попут. Очень популярная тема с кофе. Вот я знаю, что многие, ну, я кофеман, Леха кофеман, ты вроде тоже, хотя нет, не уверен, не знаю, я сейчас сказал. Я даблбей. Смысл в том, что перестаешь пить кофе за долгий, ну, какой-то там за лет пять, вот, там, два-три месяца, например, а потом раз, и начинаешь, типа, за два-три дня до старта фигачить кофе. Я вот не могу так делать. А зачем? Ну, энергия. Привыкание, типа, откатываешься от привыкания. Вот такая же, это, мне кажется, очень похоже с тем, что ты не можешь пить. То же самое с водой, не пить неделю, а потом так раз, а подпиться. Да, и ты как губка. Не, есть у нее какое-то привыкание, потому что, я помню, самая тяжелая была диета, это первая. Остальные, но если долго не делаешь диету, она снова тяжело заходит. И, как бы, про нее говорят, вот, ну, я тоже не верю, что там можно свой организм перенасытить углеводом запас какой-то углеводов, огроменский сделать, что это тебе хватит на всю дистанцию. Нет, я в это не верю, я больше ее делаю из-за того, что есть какой-то момент, когда ты полностью истощаешь свой организм от углеводов, ты приходишь в такое состояние, и когда бежишь потом на марафоне, после 35-го километра, ты уже... Вспоминаешь это состояние. ты уже знаком с этим. Для тебя это не ново. Ты уже... Типа тренировка. Это прикольно. И твои мышцы, как бы, они уже... А, ну, фигня. Нормально, нормально, нормально. Мы это проходим. Завтра поедем. Ча-ча-ча, через минут 40. Подождите. Типа того. И второй момент, ты, во-первых, вес сжигаешь жиры, да, ты суши становишься. Ты, например, готовился, грубо говоря, с 60 килограммами, да, а потом, и хоп, ты после этой диеты становишься 57 килограмм. Но то, что почки, почки твои передают привет, это мало кого интересует. это другое, но есть и минусы. Минусы, так это самое главное. Понимаешь, чем отличается профик от любителя? Любитель должен сохранить здоровье, а профик правильно потратить его. Так вот, как раз вот эта диета, про которую ты рассказываешь, она же помимо того, что тебя, ну, как бы готовят к этому состоянию, ты же, а, травмируешься, ты не восстанавливаешься после своих объемов, и вот ты в этом состоянии можешь пребывать и нахватать себе еще помимо всего прочего чего-то. Поэтому и вопрос. Ты абсолютно прав, Алексей, задавайте вопрос. Да, и ты вот сейчас этим взял и сбил меня. Сколько тебе лет? Всегда безошибочно работает. Ну, в общем, суть-то заключается в том, что ты правда практикуешь вот эти вот условно голодания углеводные, или это ты просто как-то попробовал, или это прямо у тебя как элемент подготовки в течение этого времени? Степан и Искандер, и огромное количество, советская школа поживания. Искандер говорит, что я смотрел вашу передачу, он говорит, по-моему, там он произносил это, то, что это ему помогает как абстрагироваться и настроиться как ритуал перед забегом. Это очень много. Психологическая история. Ты знаешь, мы опять должны сообщить нашим зрителям, что бег и большие нагрузки – это очень персональная история, и надо делать то, что тебе лично подходит, то, что ты опробировал, и что тебе лично вот соответствует твоему условному профилю, да, спортивному. Поэтому сейчас Степан рассказывает исключительно о своей профессиональной точке зрения, и тут должен, наверное, всплыть дискламер, не повторяйте, или делать данный трюк под надзором специалистов. Данный трюк исполняют специально подготовленные эти атлеты. Да, не, и люди, которые уже вошли в бег, да, все-таки у нас бег, она небольшая тусовка, в первую очередь из-за того, что тяжело сюда войти, пройти… Профессиональный бег. Да вообще бег. Почему? Ну, ты знаешь, огромное количество… Не про меня. Нет, ты все-таки, ты вошел в бег. Как это? Ты уже начал тренироваться, а есть же куча людей, которые там первую неделю попробовали, вот они купили кроссовки и думают, да, сейчас завтра пойду бегать. Ну, это не об этом же. Нет, ну, почему не об этом? Ну, трудно войти, это уже не в бег трудно войти, трудно начать заняться спортом, тут уже не важно чем. Нет, нет, но конкретно о беге речь, то, что в велосипед легче войти, чем в бег. Нет, нет, смотри, тут я не согласен, сначала ты должен в течение пяти лет покупать абонементы в спортзал и не ходить. И не ходить. Да. После этого ты покупаешь кроссовки, через год ты понимаешь, что они старые, ты понимаешь, почему ты не бегал, покупаешь новые, и вот тут-то ты включаешь углеводную загрузку, видишь Киселева, он говорит, не жрем, а нет, сначала смотришь со смертью. И он о чем-то… Пьешь. Пьешь, да, вот, точно. И он говорит, о чем-то непонятно. Ну, то есть, грубо говоря, я тоже не поддерживаю Таше, в тусовку беговой войти легко, если ты не интроверт. Ну, нет, я имею в виду совсем другую, не то, что тусовку, а стать заниматься бегом. А, стать бегуном. Ну, да, типа того, когда… Получается, много людей бросают на первой неделе или после первой тренировки. Ну, это потому что дыхалка не та. Да, дыхалки не хватило, бег не мое. Вот, дыхалки не хватило. Дыхалки не хватило. И ушли. А если входит бег, они уже понимают, что это можно преодолеть. И уже начинают погружаться глубже и глубже. А там, чем дальше погружение идет, там уже и Таше всплывает, и Вы всплывает. И Аскандера всплывает. Мы знаем, что Таше прямо и не тонул, чтобы потом всплывать. Кстати, вопрос, можно перед тем, как мы перейдем к Японии, я все-таки сделаю небольшой мостик к Японии. Более того, ты стоишь на этом мосту. 100%. И более того, углеводная загрузка существует, стоит на этом мосту. Программа «Углеводная загрузка», сегодня 11 выпуск, она создавалась при коллаборации... Мощнейшей коллаборации. Ютуб-канала «Бег вреден» и бегового сообщества, организации, которая делает лучшие забеги в России. Но это все невозможно было бы без компании «Асикс». Спасибо большое «Асиксу» за то, что прямо на уровне идей они нас поддержали и в очередной раз продемонстрировали, что «Асикс», помимо прочего, это еще и бег. Перед тем, как мы продолжим, все-таки надо нам кое-что и о нашем замечательном партнере, друге, беговом сообществе тоже сказать. Дело в том, что завтра 30 тысяч человек. 30 тысяч человек. Это уже серьезная цифра. Ты знаешь, прямо приятно. Я в Инстаграме, в сторис, он напоминает, нашел вот свой первый номер 4 года назад. Я пробежал в рамках московского марафона свой первый в жизни 10 километров. Ровно 4 года назад. Я там тоже. Вообще уже не поздоровались. В 2015 году это было, да? Да. Московский марафон. Класс. Вот. И я вот вижу, как эта махина растет. Это да. Как она превращается в реально, как человек, который был на огромном количестве международных ивентов. Могу сказать, что московский марафон вот круто от и до сделан. Запомни мысли. Вот можно я добавлю? Я вчера охренел от того, что у московского марафона, оказывается, есть мобильное приложение. Это твоя фишечка? Реально, я его скачал. Сейчас запомни, не говори. В общем, у тебя план в финишном городу, как пройти, какие активности. Но самое главное, я туда могу номер забить и смотреть по дистанции в режиме реального времени, когда будет происходить отлично. Ты знаешь, знаешь, чем это плохо? Тем, что теперь, кто же будет теперь затрахивать организаторов своими вопросами, где получить номер? Вот это вот и знаешь. А кто тебя будет затрахивать, почему ты так медленно пробежишь? Все вопросы отпадут. Это же не вы. Не, ну, лапчик это круто. А вот это уровень. но хочу вам сказать, что сезон на этом не заканчивается. Друзья, 5-6 октября на свежем воздухе вами горячо любимая Лисья? Лисья. Нора? Кому как. За глазом ее называют Лисья Нора. А на самом деле она называется Лисья Нора. И говорят, что там делали теперь в надувных мешках можно сдавать вещи. Чтобы ребята из Бег в Реддинг спокойно могли пройти. В рамках этого феерического мероприятия еще будет веселый пес. Если у вас есть собака, у вас есть собака? Я по кошкам специализируюсь. Есть кошка. Берете ее и приезжаете. Я киатийский больше люблю. Впереди забега будет. Так что 5-6 октября увидимся там на райончике. Мы не пропускаем ни одно мероприятие. Бицы стандартные. Класс. Ни одно мероприятие, которое организовывает беговое... Кстати, кросс... Дай договорить мне, пожалуйста, беговое завод. Ты запомни, сейчас не говори, следующие углеводные загрузки скажешь. Слоты на эти замечательные забеги есть. У тебя много текста там? Я подхожу плавно к концу. Со стакана читает, видишь? Про меня слушать не очень интересно. А вот любители там, сидят любители, которые там входят в такой же ситуации. Им интересно, как ты тренируешься? На канале есть целый плейлист про Таша и о том, как он тренируется. Леша, я так понял, он не тренируется? Леша нет. Леша не тренируется, да. Я не тренируюсь. А как ты, кстати, определился? определился, определил? По размеру сисек. А. А можешь вот этот вот этот кусок вырезать и только его оставить? А ну это круто, кстати. По размеру сисек. Ну, подожди, я так понимаю, что ты смотрел все-таки ролик про прыжки с трамплинов. Хорошо, давай разряжай. Мне нравится то, что ты бег вреден, видишь, и бегаешь. Так в этом вся и фишка. Я, он на самом деле бегает. Так приколоти. Зачем ты обманываешь человека? Я готов показать, да. Ты лучше расскажи, почему ты в Страве скрываешь свои забеги. А я не скрываю. А ты что, подписан на меня на Страве? Ты так, Риана, ратуешь за развитие беговой истории и так далее. У тебя есть идеи относительно беговой школы? Собираешься ли ты кого-то тренировать? Или, может быть, уже тренируешь кого-то? Ну, тренировать я определенно буду. Я не зря вот это в Кению туда поперся. Возможно, это не в первую очередь для того, чтобы обыграть там Искандеры или показать свои личные результаты. Мне в первую очередь интересна была их методика тренировок. Потому что многие пишут о Кении, но при этом никто там не тренировался из наших именно профессиональных бегунов и не знает, как в группе там тренируются. Я увидел много, много почерпных. И в чем там магия? Магия, в первую очередь, группа. Группу вытаскивают. Если брать Кипчоги, это его сила в группе как раз. То есть я правильно тебя понимаю, что Искандерова тема с Die Hard это кенийская тема. Да, да. Это сразу видно, когда приезжаешь туда, ты это чувствуешь. И есть еще несколько там плюсиков, которые они... Какие? Ну, это уже углубляться совсем в бег. Ну давай, интересно, потому что нас смотрит огромное количество людей, для которых вот этот браслетик кенийский, который, кстати, только в Кении и в Африке и делают, как ни странно. Миссер в Москве не продается? Ну, это национальная кенийская тема, причем сама по себе кенийская государственность, она, как и огромное количество постколониальных английских тем, она условно искусственная. Там огромное количество племен, локационно объединенных в одном месте, и условно вот страны существуют, ну, в первую очередь Кения и Танзания, это вот племена, которые находятся вне разделения на границе. Но это не к слову. Но при этом они вот для них вот этот кенийский браслет, браслет в цвет кенийского флага, это вот показатель того, что вот они начинают чувствовать то, что они молодые, но становятся государством, то есть нацией. Если хочешь заказать, как раз сейчас идет продажа этих браслетов. Прямо сейчас здесь. Кому платить? Я бы, в общем, такая история хиппи все-таки, трудно всем... Какие вещи там еще... Ты носишь эти браслетики? Да, у меня на зарядке он стоит. Что еще узрел, это? Да, что интересно. Вот эти маленькие фишечки, про которые ты не хочешь говорить. Там я заметил такую вещь, и это мне в будущем как бы надо выяснить. Правда, неправда, это... Я, по крайней мере, сейчас склоняюсь к тому, что наш бег на выносливость немного деградировал в плане том, что у нас все идутся разговоры о восстановлении, методы восстановления, там, перетрен туда-сюда, но все меньше и меньше разговаривают и работают, получается. И у нас все люди больше думают, там, у меня нет результата, наверное, я бы там перебегал. А может быть, наоборот, не добегал. И я вот это... Одно из вещей таких увидел в Кении. Мы вот в группе тренируемся, например, сделали работу во вторник, там, в среду тоже какой-то кросс быстрый, там, в четверг что-нибудь. И я только в четверг вечером узнаю, что этот парень, с кем я только что тренировался, он уехал на старт. Для меня было это вообще шоком. Потому что у нас, как правило, принято минимум 10 дней перед стартом разгружаться. А этот парень сейчас вот только что отторобанил, там, блевал где-то за деревом, и он уезжает на старт. И то же самое приезжает, он через... на следующую же работу вклинивается. У нас так не принято. У нас принято, грубо говоря, 10 дней перед стартом разгрузился, отстартовался, после старта еще надо восстановиться. И получается у тебя такой огроменский кусок времени, ты просто не тренируешься так, для тонуса. Ты понимаешь, что у нас и медицины получше будет? Ну, то есть мы имеем возможность разобраться. мы уже вот сколько сидим. Но при этом результат похуже, вот в чем парадокс. Да, и я стал тоже так же пробовать, и я понял, что есть в этом что-то. У тебя, ты выходишь на старт, у тебя ноги в тонусе, и ты не боишься там бежать банально быстро. Мы просто понимаем, да, что это все-таки история какая-то больше про то, что это кинейцы. Потому что ты так будешь впахивать, как они, ты не сможешь поехать на старт. это все легче делать, когда ты, во-первых, находишься в группе, не один, ты не дашь себе слабину. И, во-первых, там люди приходят, они хотят поднять свой уровень, а не просто банально на ближайшем на старте пробежать быстро, и все. Они заглядывают куда-то дальше, они видят там, например, кипчоги, и хотят стать таким же, как кипчоги. И понимают, что чтобы стать как он, надо работать не один сезон, а надо лет десять туда идти. Ну окей, ну тебе же не надо ехать тренироваться в Кению, ты можешь у нас в Средней Горе тренироваться точно так же. Ну у нас нету таких гор. Армения. Прекрасно, вокруг Севару. Армения слишком холмистая. Она все-таки для марафона, для бегов нужно что-то такое, как поплата, знаешь. 200 километров вокруг озера. Потому что ты в гору бежишь, у тебя слишком падает скорость, да, ты ничего не сможешь сделать, да, в подъем у тебя слишком мотор отдыхает. Это какой-то баланс нужен. Киргизия хорошо подходит для этого. Там плата, равнина, у тебя западение скорости нет. Ну вот, Киргизия. Для чего ездить в Кению? Для чего? Да, да, мне нравится, но там нету группы. Я вот сейчас пытаюсь сформировать группу и в сборной у нас тренера дали добро, они согласились, чтобы несколько атлетов, марафонцев объединились в одну компашку и тренировались вот чемпионат России по марафону. До этого никто не брал такую инициативу, тренера все думают свои головы, у них самая правильная методика, поэтому никого они не хотят слушать. Но вот мы решили, окей, тренера не хотят объединяться, давайте мы объединимся. Ну это хорошо, это инициатива. Скажи, пожалуйста, а вот твой, если брать среднемесячный объем беговой, когда ты начинаешь выкарабкаться из ямы, ну мы определили, что ты как бы падаешь специально, чтобы роняешь форму, чтобы потом стать еще лучше, чем в пик предыдущий, правильно? Вот если мы берем там, предложим, когда ты начинаешь тренироваться, в ноябре, в декабре? Ну, в зависимости от того, куда, когда готовишься. Но если, например, брать, что этот год, если брать, я готовился к маю, в начале мая. Начал в ноябре? Да, где-то в конец. Я так понял, что ты все-таки сторонник больших объемов, потому что я так и понимаю, что не пробегая большие объемы, ты не сможешь подготовиться к марафону, правильно? Ну, это тоже все относительно большое. Я недавно перечитал книгу, где там про нашего марафонца Масеева говорят, он там бегал вообще, там страшно. Ну, какая вам характерна цифра в месяцах или в неделю? Нет, ты про себя скажи, сейчас к Масееву вернемся. Вот ты берешь там ноябрь, декабрь, январь, февраль. Недельный объем показательный. Сколько ты бегаешь каждый месяц и прибавляешь, и ты в объем? Бегом сразу. Я не доберусь, для людей посмотрят. знаешь, по-разному там, вначале плавно, да, идешь, идешь, идешь. Ну, например, начал, сейчас даже можно взять 80 километров. В неделю? Да. Потом 100, 120, 140, да. Так. Все-таки, когда ты уже переваливаешь за 200, это уже у тебя все, пошла марафонская подготовка. То есть, ты вошел в тот период. 200 в неделю? Да, в неделю. Ты держишь этот объем 200, 240, там, этот объем держишь. Потом, я вот лично не могу выдержать больше двух недель, такой, ну, три максимума могу. Три недели под 240, там, так. Потом, все-таки, сбавляю, такое, немного, там, до 140, вот так вот падаю, до 160, и потом я снова сбираюсь, уже могу как бы либо скоростя добавить, либо там объем добавить. То есть, я в целом иду не вот так, это иду, получается, для картинки, вот так вот, а как бы волнами. Ну, это, давай себе восстановиться, правильно. Но все равно, просто хотелось бы от тебя услышать именно цифры твоих объемов, потому что, ну, для меня, я уверен, что для многих, кто нас смотрит, цифра 240 в неделю звучит как до хрена в месяц. А если я сейчас скажу, что вот Масеев бегал, в неделю 500 километров, уже 240, кажется. В смысле, 500 в неделю, и сколько он таких недель бегал подряд? Он подряд, он месяц у него то ли 1600, что ли, он набирал там, что-то вообще. Ну, типа, 100 километров в день. Я, я, у меня 900, где-то у меня все трещит по швам там уже. Секундочку, а обувь? Обувь? Ты бегаешь, за сколько ты выстегиваешь кроссовки беговые? Ну, получается, сезон я готовлюсь, может быть. Ну, у тебя несколько пар, я так понимаю, правильно? Да. То есть, ты их просто чередуешь? Да, все-таки, какие-то для более быстрых пробежек, какие-то для медленных, у меня много пар. У меня куча для прогулок, куча просто для легкого бега. Которые участвуют у тебя в подготовке? С боевых. С боевых, так, одна соревновательная, чисто, которую я там только бегу. В чем ты бегаешь в соревнованиях? Асикс, стартерзилы. Как? Стартерзилы. Угу. В такой же модели я тренируюсь, работой получается, дело. Скоростные. Да. Другая модель. то есть, это две разные пары, то есть, одна только на старте. Да, да. То есть, ты ее даже не трогаешь вообще? Да. То есть, прям новый на дело побежал? Так разве можно? Да. С стартерзилами можно, я потому что, они раньше стартеры назывались, и в них всегда бегло. Если одна и та же модель, как бы, мне кажется, здесь все должно быть. Нет, нет, нет. Типа говорят, что 50 километров надо разбежать. Сколько ты в них тестируешь, новую пару, вдруг она бракованная? Не, ну, какую-нибудь пробежку можно, там, по километру пару раз пробежаться, и все, это достаточно. А, достаточно. То есть, у тебя прям есть беговая, такая же, и есть боевая, в которой ты выступаешь, правильно? Насколько хватает тебе вот этой вот обуви? Боевой? Боевой. Ну, а старта 3-4. 3-4 старта, прикол. А те, которые в... Они, они, уже, их в них можно и дальше бегать, но они все-таки уже будут чуть-чуть подстоптаны, и не совсем хорошо. А говорим, те, которые ты долбишь вот каждый день, вот, объемы по 200 километров, это какая-то, тоже, какие-то одинаковые, видимо, да, модели кроссовок? Ты бы сказал, что работы в одних делает, а, видимо, объемы другие. Та же соскучал. Нет, с чего ты взял? Нет, он записывает. Скажи, пожалуйста, а бегаешь, основные объемы в чем? Видишь, соскучал. В обычных кроссовках. Каких? Каких моделей? Вот, вот эта модель, они GT 1000. А, в GT-шках. Да, да. Потому что, я не всем бы их рекомендовал, потому что... Можно показать в камеру, ну, кроссовки? А где камера? Ну, на стол просто. А представь, что где-то камера и просто покажи, ну, вот в сторону Сергея. Не каждая обувь подходит, например, у меня лишнего веса нету, и плюс моя специфика бега, она как бы от стопы идет, мне через пятку, мне практически не нужна пятка, поэтому если слишком тяжелая пятка, она может иногда мешать. То есть ты бегаешь... Да, я, ну, вот наступаю, как бы... По центру? По классике? Да. То есть, сколько у тебя кроссовок, в которых ты тренируешься? Ну, там, пять, десять пар? Сколько это? Ну, сейчас я когда сасекс, у меня вообще там, хоть шкаф отдельный ставь, наверное, беговых чисто штук десять. Я просто хочу понять, если человек хочет стать профессионалом, метит на эти объемы, сколько ему тратиться нужно на кроссовки? Достаточно двух обычных пар и одну для соревнований, в которой он будет и работу делать. То есть ты хочешь сказать, что ты можешь в беговых кроссовках две пары, получается, если ты делаешь в месяц в среднем 600 километров, ну, в среднем, да, то за сезон это сколько? Шесть месяцев, да? Это что, у тебя получается одна пара спокойно бегает по полторы-две тысячи? Спокойно, да. Ну, даже больше, полторы тысячи. То есть это получается, что это как бы все равно, главное, чтобы пятка не была видна, ну, кожа стопы не видна была бы на поверхности, так что? Да, да, да. Ну, все зависит, конечно, от убитости кроссовок. У меня не сильно, у меня 60 там килограмм, у меня не сильно убивается. Просто интересно, я почему задаю вопрос, у нас здесь была очень... Оживленная дискуссия. Была, да, оживленная дискуссия с доктором Демченко, человек, который профессионально занимается стопой, в том числе, бегуна и может рассказать очень много интересных вещей, связанных именно с тем, что как себя ведет стопа в стоптанном кроссовке. И что стоптанный кроссовок, он визуально не заметен. То есть ты пробежишь в них тысячу, стопа будет... Ну, то есть кроссовок будет одинаковый, так же будет выглядеть, но у него будет больше зазор вот так вот и вот так вот. И, соответственно, когда ты бежишь какие-то тренировки, у тебя начинается дополнительный люфт стопы в кроссовке, что может сказываться на губительном там. В самом простом случае это фаланги, ну, типа ногти, окей, ты их лишишься. Но там еще куча других историй там. Он нам амбассадор чего был? Он амбассадор здорового образа жизни, это же доктор. Но все равно получается так, что мы плавно подошли к вопросу о том, как ты завтра побежишь в московский марафон. А побежишь ты его? Не побегу. Не побегу. Есть интересная тема. Побежит от нас. Да. От нашей команды побегет. Есть никто тренируется, а это Александр. Но хочу, в компании 30 тысяч человек, между прочим, это цифра. Это серьезно. Но на этом не заканчивается сезон. Хочу отметить приговор. Кстати, сейчас вот запомни, ролик вышел на канале у нас о том, как размечают трассу марафона, на примере московского марафона. Что оказывается, это очень сложный процесс. Ролик здесь, да? Да. Здесь, да. Обязательно посмотрите. но 5-6 числа в Битцовском парке традиционная Лисия гора. Обязательно надо туда приехать, потому что это все мероприятие будет два дня. Первый день веселый пес с собачкой или кошку можешь привезти, как раз собачки там будут рады. Скажи, а ты реально удерживаешь, чтобы он во время того, как ты интеграцию говоришь, чтобы он не убежал? Чтобы он не нужен, как этот. Да, а 6-го октября состоится непосредственно Лисия гора. От 3-х до 8-ми километров слоты есть. Велком, мы обязательно тоже туда доедем, потому что хорошая тусовка, хорошая погода, и обязательно надо поприсутствовать. Самая крутая тема была на Лисии горе, помнишь, когда мы мылись из Керхера? У нас мыло на Анастасии, это корреспондент Live News ТВ3. Нет, 360 под Москвой. Под Москвой, да. Что в принципе. Представляешь, прямо из Керхера. А там же еще история с тем, что это такой классический кросс по пересеченке. И все вот эти, я так обожаю, английские фильмы про бег, они же в основном посвящены кроссу. Это прям такая какая-то вот эстетика очень приятная. Это прикольная. И больше нигде побежать невозможно. Значечек, красивый значок. Значки кайфовы, да. Так что, друзья, увидимся 5-6 числа. Обязательно приезжайте в Битцовский парк и, собственно говоря, можете со своим питомцем, собачкой, собакой. Нет, он говорит, может со своим питоном. Нет, я у тебя кошка, я думаю, что ты тоже можешь захватить собаку. Ты бегаешь или в детский забеге? Слушайте, а можно... Нет. Нет? Нельзя? Можно задеть несколько ваших выпусков прошлых. Там несколько тем было затронуто. Давай, конечно, давай. У нас как раз завершение. Только без оскорблений. Без оскорблений. Мы знаем, как ты относишься к смерти, но и к Искандеру, но давай вот то, что ты про них гадости говорил за кадром, ты без них обойди. Да. Не ожидал, да, такого поворота? Это те сиськи мои прилетают. Ай, бля, помни, помни. Уже полтора часа прошло. Давай. Почему вы начали с Искандера? А, сейчас объясню. Смотри, заделаю. У тебя заделал, да? Нет, мы начали с Искандера, чтобы тобой закончить. А если бы он выиграл спор? А мы не в рамках спора. Не спора. Ты знаешь, что Искандер просто значимая фигура с точки зрения популяризации бега, во всяком случае, в Москве. Да, он харизматичный. Он делает очень круто все, что делает. Он разбирается в маркетинге, потому что тот продукт, которым является Day Hard, это маркетинговый продукт, и Искандер его сделал очень круто. И делает, продолжает. Он объединяет очень крутую тусовку. Там реально собираются светлые ребята. Вот это прям, когда ты смотришь, как утром в Лужниках носится огромная компания. По 2,50? По 2,50. Это я про рост. Да. Ты понимаешь, что это прямо вау? Это очень круто, что эти люди вместе объединены какой-то идеей, и лидером всей этой формации является Искандер. И вот это понятие человека-любителя, быстрого любителя. Мы с тобой говорили в рамках нашего сегодняшнего беседы относительно японской составляющей. Вот беговой клуб, эстетика бегового клуба, когда неважно, кто ты, сторож в школе или бизнесмен, ты пришел туда, и ты попал в некую атмосферу, и в конце концов, будучи даже сотрудником школы, ты можешь выиграть бостонский марафон. Да, вот эта вся культура объединяющая, да, она очень сильно такая, элементы японского в этом есть. И поэтому, конечно же, мы начали с человека, который тоже является безусловным ключевым игроком в беговой клубе. Я этот второй выпуск смотрел, ну, вообще, такой был скучноватый. Скучноватый. Какая-то депрессивная женщина. Секундочку. Давайте так, тоже лидер мнений, беговой. С другой стороны. С другой стороны, Москва-реки. У меня вот первое впечатление было, я вот смотрел тот выпуск, и у меня вот что, мне в голову прилетало все время, блин, девушка просто кому-то втюхала идею, о которой ничего не знает, продала, в общем, за идею, за деньги, но в которой не разбирается. Почему? Ну, почему-то вот так все время. Ты знаешь... Или не то, что разбирается, но которая не любит. Вы ей задали вопрос, ты бегаешь? Так, ответила как-то. Ты знаешь, она очень крутая, она молодец, и она действительно лидер мнений, и огромное количество людей. Как мы отметили, с другой стороны, Москва-реки, с парка Горького, есть кто собирается там. Для них то, что сделала она, это тоже очаг, центр, соизмеримый, поверь мне, тому, что делает Искандер с этого берега. Она создала какую-то закрытую тусовку наоборот. Я еще добавлю, она на самом деле с точки зрения человека, который очень любит бег, она действительно его любит. Она фанат этого. Вот, неважно, бегает, не бегает, сколько бегает. Это вопрос, вы заметили. что она очень творческий. То есть, любит бег, но при этом не любит бегать. Дорогой, нет, ты знаешь, я тебе так скажу, она вокруг себя собирает людей, которые также относятся к окружающему миру. И таких людей очень много. Так нет, люди все разные, просто здесь мне понравилась, знаешь, какая история, которую сейчас Степан сказал, что они создали закрытую тусовку. То есть, мне тоже так показалось, потому что попасть в беговую тусовку по ту сторону, в сторону реки, сложнее, чем в тусовку, которая в лужниках бегает. Ты это имел в виду? Да. Да, вот. И это говорит человек, который, секундочку, родился в Кемеровской области. Там люди оттуда, они заходят без стука, выбивают дверь из петель. И это даже он это заметил. Из дома ушел, просто палочку воткнул. Ну ладно, это все шутки-шутки. На самом деле, просто есть разные люди, люди объединяются по интересам. Энергетика, ты понимаешь, энергетика здесь все дает. Нет, такое чувство, она выезжала наоборот на этой закрытой тусовке, что там туда могли войти только избранные. И вот она наслаждалась этим. Еще не забывай, речь шла о времени. Ты все-таки профессиональный бегун, ты условно продукт спортивной школы, да? Ты с детства занимаешься. А ты представь человека, который условно увидел, как бегают, я не знаю, в центральном парке или в Лондоне, как это все поглощает всех, как вечером условно люди выбегают в парк побегать. Ты приезжаешь в Москву и видишь, что этого нету, или бегают два дедка, которые помнят еще московский марафон мира, да? Вот, который... То есть это было, Тут вопрос тонкий. Вот первого прорыва... Надо было отсечь это, да? Это надо было вот так... Прорыва, прорваться. И не было интернетов в тех объемах, когда сейчас люди... В гаджете, да. Люди, да, в стране могут четко дать анализ твоего сердечно-сосудистого... А вот действительно, вот эта новая команда бегового сообщества, она так получается, как будто так топором отсекла старый марафон, да? Нет, она продолжает традиции, но сдала этим традиции современный образ и перевела всю эту историю в моем представлении в правильный, в промышленный, в хорошем смысле этого слова, масштаб, когда рулят не во львы решения одного человека, а технологии, что очень важно в современном мире, потому что есть разные кейсы, организации мероприятий, есть ситуации, когда один человек замыкает в себе... Кстати, у нас был эфир по этому поводу, да? Когда здесь были Громов и Тарасов, два человека, которые концептуально отличаются в вопросе организации мероприятий. Один замыкает все на себе, делает очень хорошо, а второй правильно выстраивает работу технологии, и она начинает работать как машина. То есть два пути тоже возможны, просто вопрос масштабирования, на каком уровне все это работает. Ну и возвращаясь к вопросу о тусовках, я для себя понимаю так, что люди, которые занимаются спортом, эндорфиновые наркоманы в хорошем смысле этого слова, они в принципе уже едины, потому что их всех объединяет одно действие. Приверженность к бренду, технике бега, питание, я не знаю, там больше кальция. Не важно, это нюансы, все равно мы как бы мы боремся с внешним миром, а в Яндекс.Картах, когда бежим марафоны, и потом читаем, что писали про нас люди из настоящих пропов. Ну вот сегодня я тебе ребятам читал, вот тебе пример, да, того, что сегодня писали относительно того, что завтра закроется центр Москвы. То есть мы все прекрасно знаем, что такое Нью-Йоркский марафон, да, это 3 миллиона человек, жителей Нью-Йорка, которые выходят поддержать людей, 50 тысяч человек, которые бегут Нью-Йоркский марафон. Это часть ДНК города. Это элемент, когда раз в год, первое воскресенье, ноября, весь город перекрывается, все его части, Бруклин, Бронкс, Квинс, Манхэттен. И мэр, мэр выходит и запускает марафон фактически. А сегодня было по Садовому кольцу бегунам тоже обязательно бегать? Вот вы реально упоротые со своим марафоном, это комментарий, или вот еще, понимаешь? Ты Сашка писал страве, да? Конечно. Люди знают, что такое страв. Самое главное, что еще там было. Да, но, блин, а вот как вот это исправить? Никак. Надо забегать. Нет, мне кажется, не никак, а просто вопрос, потому что это вопрос времени. Ну вот вы в Штатах были, разве, сейчас там вообще бегают, ну бегают, да, но раньше же... 50 миллионов человек. но раньше же не было столько, у них тоже бегало. Раньше когда? Вопрос времени. Вот когда Север-Югом воевал. Я где-то выкладывал свои мысли, что можно, есть вот несколько... Дорогой, время, время всему времени. Мы тоже лояльно, спокойно относимся к тому, что 13 дней в начале января все бухают, никто не работает. Мы по этому поводу не возмущаемся. И придет время, когда эти люди поймут, что это клевая часть жизни города, когда раз в год весь его центр перекрывается, и что можно забыть по своей тарахтелке, выйти на улицы, погулять спокойно. Мы с тобой говорили про наэробийский марафон. Я вам рассказывал, наверное, интересно будет зрителям. Я бегал в Найроби, в Кении полумарафон и был удивлен, когда в стартовый кластер зашло огромное количество людей в джинсах, в туфлях, с детьми, с едой. Я сначала не понял, что происходит, а потом оказалось, что вот этот грязный центр Найроби, который нельзя, где нельзя останавливаться, где машины должны быстро проезжать, чтобы вдруг кто-то не вытащил сумку из машины и так далее. Один раз в год при помощи армии, полиции полностью перекрывается и купив слот на кенийский марафон, ты с семьей можешь погулять по центру. Это единственный вариант. И люди просто покупали слоты, чтобы походить, посмотреть, как у них город вообще выглядит, когда ты ходишь в нем пешком. Вопрос времени. Просто мне кажется, что процесс пошел, с каждым днем количество людей бегающих становится все больше и больше. Это факт, по-моему, неоспоримый. А московский марафон, это как индикатор, да, показывает? Конечно. И очень круто, что у нас вот этот индикатор и лакомысовая бумажка такого качественного уровня, с такой правильным отношением к деталям. это не вопрос того, что мы делаем этот проект вместе. Мы делаем этот проект вместе, потому что мы говорили относительно некого амбассадорства, которое строится из-за твоей лояльности, из-за того, что ты понимаешь, что люди действительно работают и делают действительно очень круто, и это все очень тяжело. Вот такое у меня отношение личное, и парни, мне кажется, присоединятся, потому что делают ребята из бегового сообщества, это действительно тяжелейший титанический труд на стыке муниципальных служб, а мы все прекрасно знаем, что такое контакт с чиновниками, как это подчас бывает весело, остроумно и замечательно, и при этом с огромным количеством людей, которых главное не травмировать даже вот в их желании в первый раз выйти на свою первую десятку. Вот, да, вопрос у меня такой, вы когда бегаете, вы навстречу вам бежит бегун, да, так же? Вы сначала сморгаемся, вы как, улыбаетесь, приветствуете, как-то обязательно, а вот в регионе так не принято, почему? Ну, я не знаю, я вот у себя давай так говорить, в регионах и в лосинах не принято бегать, это опасно, это уже нормально, я вот замечаю у себя во дворе, да, есть там люди, которые первый раз на пробежку выходят, ну, может быть, там, первые разы, я прям вижу такую в них неуверенность, они прям вышли и хотят быть невидимкой, чтобы их никто не видел, что они вот там вышли побегать ради себя, и мне даже страшно их как-то поприветствовать, там, подмигнуть им. Нет, побегать не надо. Я прям чувствую, что вот они, они вот только такие, знаешь, незрелые шаги делают, неуверенные такие, вот только мой взор их может как будто сломать. Слушай, у меня было то же самое, когда вот я начал бегать, я стеснялся бегать по улице, да. Так на мне столько было лишнего, что... Да дело же, мне кажется, не в этом. Ну как ты же бежишь, а у тебя чиськи опять же вверх. Ты знаешь, некое привыкание к среде, к тому, как ты себя в этой среде чувствуешь. Еще даже вот этот вопрос очень серьезных щей, с которым люди выходят на забеги, и это еще и в вашей триатлонической теме тоже. В вашей? А ты что-то отскакиваешь. Я пока еще не... Не было старта, иначе не было. То, что мы в триатлоне, не значит, что мы... Ну вот это, знаешь, типа вот даже серьезные щи, как будто он сейчас из двух побежит часов. Все очень напряженные. Вот это... Я часто попадался в такую ловушку, бежишь, ну вот видишь уверенный бегун, думаешь, сейчас поздороваюсь, так поднимаешь руку, улыбаешься, а там в этот момент отворачивается. Надо продолжать долбить. Надо, да, надо бить его. Догоняешь, и подзатыльник. И следует подзороваться, да. Не, ну а что? Дай пятюню. Но, кстати, в Соединенных Штатах Америки не все так делают. Делают там, где мало бегунов. Вот это, по-моему... Это в тайге. Ну нет, почему? Там где-то в парке, где-то, если ты бежишь и системно мало народа, потому что, мне кажется, если там вечер и трафик из бегунов, вот можно вот так бегать, наверное. Да, и системно много, это тоже странно. Но всегда кайфово, когда ты где-то в неожиданном месте или в неожиданное время просто вот никого нет, на улице просто встречаешь человека, который бежит там вот в пол-одинца, у меня такое бывает. Ну просто грех не поприветствовать. Такой же чувак. У нас в Тимирязевском все здороваются. Мы и бабуля, которые с Нордик Волк, мы всегда здороваемся. И бабуля, которая на скаминке сидит и говорит, про-с-ти-тутки. Про лосины, да? Про лосины. У вас, по-моему, еще в выпуске был самый, наверное, топовый выпуск был. Про беговые дорожки. Без углов. Да? Ну вообще он так бомбически просто был. Хорошо был. Вот по мне это два самых крутых, при всем уважении ко всем остальным, с точки зрения прикладной составляющей, выпуск с Эдиком и выпуск с доктором Д, да? С Демченко. Это вот вещь, которую можно периодически пересматривать, с точки зрения прикладной составляющей. Там такое количество информации на квадратный сантиметр, что это просто полезность. Там меня одна вещь, конечно, не то, что ошеломила, но я с ней столкнулся напрямую, и которым можно было бы раскрыть эту тему, да, вот он, с точки зрения доктора, я с точки зрения спортсмена. Он заговорил о астме. Помните? Физического усилия, да, так оно называется. Я никогда к этой теме не прикасался вообще, ну, норвежцы там всегда, как у нас популистически, распространяют, там все норвежцы, астматики, туда-сюда. Я думал, ну, это чисто ихняя тема, и все, думаю, там просто наши преувеличивают, и те, видимо, какую-то лазейку в ВАДе нашли. Ты знаешь, вопрос не лазейки, просто там очень крутая технология, и там очень много, очень спортивная нация. У них выборка выше, больше. То есть, условно, лыжников, как следствие, биатлонистов, там больше на квадратный метр. А это условно представь, если мы с тобой говорили, да, сегодня относительно конкуренции, если профессиональных бегунов в России было бы в 20 раз больше, ты бы бежал бы, наверное, на минуты 3 быстрее, как минимум. Ну, я имею в виду... Либо тебя укусило сэр. Понятно. Но, мне кажется, еще у нас диагностика, врачи, врачи не так как-то работают, что ли. Ну, есть система, которую мы все прекрасно знаем, что спортивные врачи отличаются от обычных. Это вообще технологически... А что ты имел в виду про врачей, когда сказал? Вот, я столкнулся с этой ситуацией напрямую. Я сидел на сборе в Киргизии, и мне под руки попала статья на английском языке как раз про астму вот эту. И я начал переводить ее в врачи, и я понимаю, перевожу симптомы. Блин, я вот бегаю на тренировке, я прям понимаю, что это, блин, это про меня. Что за фигня это может быть? Про вороний зов тоже так же может. Любой справочник этого медицинский откроет, и у себя там и беременность обнаружишь по симптонам. Ты главное в эти игры с гуглом не играть, ты найдешь у тебя все. Ну, это да. Ушиб себя за беременность. Я решил по приезду провериться, диагностику это сделать, и вот там этот спир... спирометр, да? Спир... Как он там называется? Пирогидрометр. Что он делал? Спирметрия его. Спирметрия, да. Да. Мы же все спортсмены проходим диагностику, да, и вот на нас трубку там заставляют... Какую трубку? У вас вот так называется? Ну, всплывают какие-то подробности, а точно пицца была без... Без канализа. Ну, факт то, что вот это когда анализ проходишь, ну, все нормально, по норме, да? И дальше пошел, да. И? А тут как бы надо было анализ сдать с препаратом, вот как без угла говорил, с сульботамолом, да? Угу, так. И посмотреть разницу. И там четко прописано, если, например, там больше 12% разницы, тогда, видимо, какие-то есть... Изменения. Да, что-то там не то. Надо дальше углубляться в обследование. И? Я прошел, и у меня там вообще 23% что-ли было. И ты что дальше? Я начал копать, по врачам ходить, там, а не просто отправлять по такому циклу вообще бомбическому. И что в итоге? Нашли астму? Да. То есть ты благодаря нашей передаче? Блин, вообще... Не вашей. Давай еще раз перезапишем. И что, получается, благодаря нашей передаче? Обожаю передачи в записи. Смех смехом, просто я пришел к выводу, то что большинство вот наших атлетов, которые там тренируются, они вот, например, думают, что после какой-то жесткой тренировки, там, кхыкать, после этого там целый день это нормально. Ну, что я... Ты мешаешь кашлять? Я продышался просто на тренировке. Кашлять ты мешаешь, да? Да, да. Ну, такое, знаешь, как ты глубоко вдыхаешь, и у тебя потом приступ кашлят. И вот, ну, куча таких симптомов. И просто наши врачи, я понял, что они за рамки своего обследования боятся выходить. Даже банально там назначают на рентген, да? Ты приходишь рентген делать, у тебя врач, который рентген делает, он смотрит, дайте, пожалуйста, направление. Он хочет посмотреть, какой там предварительный диагноз, чтобы потом результаты... Нет, подожди, рентгенолог, тот, кто делает рентген, или фотографию. Да, потом это ее читает. Но не он читает. Он должен понять, что тебе там написали, чтобы понять, как правильно сделать. Там тоже есть нюанс. Это одно, да. Это я тебе как врач говорю. А потом, когда читает, вот он просит эту бумажку, чтобы сверить с предварительным диагнозом. И подгоняет вот этот результат. Я помню, пошел бронхоскопию делать, у меня там в итоге вообще обнаружили, что у меня одного бронха. Нету. Сегмента бронха одного отсутствует. Отсутствует, да. Все правильно. На этом мы вырежем. Не, и все, к чему то, что нужно какое-то более углубленное обследование, чтобы выявить какие-то, может, я с этой вещью, возможно, бегал много, да, и она только усугубляется и усугубляется. Эта обструкция все увеличивается, увеличивается, растет, не растет. Я правильно понял, что начав рассказывать вот эту историю про то, как у тебя обнаружили астму, ты начал рассказ про то, что ты смотрел ролик с Эдуардом Безугловым, он сказал историю про астму, ты стал переводить в Киргизии статью на английском, у тебя обнаружили половину бронх, и в итоге как бы получается, что мы ребята из... Нет? Не так ты понял? Я тоже так понял. Я понял, Саш? Я тоже так понял. Я понял, что мы являлись собственно... Мы тебя спасли. Да. Спасли от чего? Ну, от обструкции. Обструкции. Окей, окей, ладно. Скажи, пожалуйста, успешный ли был год у тебя? Да, я бы назвал хорошим. Хоть и концовка, она была немного смазана, но можно считать хорошим, потому что бывает и хуже. Нет, это понятно. Ну, слушай, ты подписался с крутым брендом. Ты выиграл чемпионат России. Ну, плюс завтра выйдешь, посидишь в ВИПе, посмотришь, как люди побегают, Выйдешь поддержать? Да. А кого болеть будешь, кстати, завтра? Наверное, за Искандера. Завтра погоду обещают холодную, да? Это хорошо? Это можно сразу немного корректировать прогнозы, потому что холодная погода сухим, высушенным бегунам не очень хорошо идет. А там же вопрос, что в холодную и с кислородом, да, похуже, то есть дыхание, то есть пульс выше. Может быть, заметили вот такую тенденцию, что холодные марафоны выигрывают такие пухлячки, в хорошем слове. А почему? Ну, как-то жировая прослойка нужно их предохранять, потому что, ну, блин, ящерицу видели в холодную погоду, как она двигается? Она вообще не двигается, они хладнокровные животные. такие еле-еле. Кровь. Да, и я вот в том году бежал, холодно же было, я это прочувствовал очень хорошо вообще. У меня просто мышцы задубели, я ничего не мог с ними делать. И я спуском, ой, подъемом больше радовался, чем спуском. Чтобы разогреться. Да, да. И когда потом на последнюю прямую вышли, вообще им надо было заставлять свои мышцы как-то активнее двигаться, чтобы они как-то разогрелись, разогрелись и потом уже продолжать. Это было тяжело. И потом Сардана Трофимова, которая выиграла у девочек, рассказывает, я понимаю, что она таких проблем не испытывала вообще. Интересно. И даже брать вот Бостон, да, когда Каваучи выиграл, все там кенийцы просто задубели. Может, больше питаться надо, я не знаю, но есть же какие-то вот... сама вот вот еще в Токио, последний Токио, токийский марафон брать, эфиопы, два первых эфиопа были, они достаточно такие пухленькие. Японцы сами, они бегут вот свой марафон, потому что он в большей степени в холодную погоду проводится у них, а куда-то они выезжают за пределы, они уже не так хороши. То ли климат сказывается, то ли погода, то есть не каждому телосложению подходит холодный климат. У нас супер, значит, не очень, кстати, люди участвовали в этом ролике почему-то. 208 комментариев, уникальных 179. Нажимаем, и у нас выиграл Вячеслав Рябков. Какой марки макароны? Следующий раз. Это обидно, да? Да. Когда такая ситуация. Антон Осипенко. Смотри. Так. Антон. Слушай, вот обидно, да? Антон, видимо, заширил, но мы не можем это увидеть, потому что закрытый профиль. Тогда нет. Тогда следующий раз. Еще разочек. Ну-ка, ну-ка. Дима, Дима. Димуфаев, что ли? Так. Смотрим. Прямо руки дрожат. Так вот. Прямо вот этот, чувствуешь? Накал, да? Волнение, да. Накал, волнение, да. Ну-ка. Вот, Дмитрий Сергеевич. У нас есть победитель, да. Это значит, что человек неравнодушный к спорту, в частности, к бегу. Давай я, 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 я. Идеально. Значит, кроссовки ему точно пригодятся. Кстати, мы не хотим спросить напоследок про их файты с Искандером. Это надуманное или настоящее? Ну, задай, конечно. Да, вот у меня вот вопрос, и как у многих моих знакомых, которые следят за тем, как бегают профессионалы, все говорят, что вот с чего началась зароба с Искандером? Он тебе позвонил и говорит, Степан, есть тема, давай сделаем тебя популярным. Да, так было? Нет. А как? Вы свидетели всего, мы ничего не согласовывали никогда. То есть, вот это все, это импровизация? Он тебе кинул страйк в Инсте и ты не остался в стороне? Я сидел в туалете и увидел сообщение в Инсте, ну, вот эту отметку. Наказан просто был поэтому. Но ты прям, ты охренел, да, от его дерзкой выскочки? От этого дерзкого выскочки? Это типично, конечно, для него, но факт то, что мы как бы ничего не согласовываем, все идет на импровизации, и это не мешает нам друг другу ненавидеть. Троллить. Да, да. Если брать некоторых, например, даже общественность, вот эта наша легкоатлетическая, она немного прокачалась. Раньше, если бы такой шаг был, воспринимался бы как все, враг на всю жизнь, да, то мы с ним продолжаем общаться, дружественно общаться. Не, ну, Искандер просто красиво это вывел, он все равно хоть и тебе накидал, он тебе очень интеллигентный, он с уважением это делает. Да, да, а я как быдло какое-то меня выставляет. Кто? Искандер меня. Ты не быдлый, почему? Многие мне так говорят. Надо понимать, из какого ты района. Не, многие мне, кто меня не знает, они думают, что я такой наглый. Киммерский. Садить можешь, да? Прямо вторец. Ну, ты видел, да, что даже на твоей фактически беде, как профессионального бегуна, ты не можешь выступать на главном старте нашего города. Он заработал 20 тысяч лайков под своим постом. Ты понимаешь? Он попрошайка. Да, попрошайка. А ты, а ты видишь, ты боец, да. Ты вот, ты элита. Элита и атлет Асикс. И атлет Асикс. Что одно и то же. И Лисия Гора. И Лисия Гора. 6-го числа. Давай будем подводить итоги. Да. Наш сезон пролетел практически незаметно. С апреля, с забега апреля, собственно говоря, со старта сезона мы подобрались к его завершению, к московскому марафону. Было круто, но мы пытались, во всяком случае, разобраться с форматом. Мы много чего для себя, наверное, да, узнали? Да, невероятно много. Например, то, что очень круто заходит пицца после пасты. Например, что очень интересно поговорить на тему, которая тебе интересна, как ни странно. Да. Но это не всегда интересно зрителю, который за этим наблюдает. Поэтому здесь очень важно подобрать правильно человека, с которым ты хочешь говорить на интересные темы, чтобы он в них разбирался, и позволять своим оппонентам говорить, а не перебивать их. Совершенно верно. Ты понимаешь? Мы разобрались, мы разобрались с тем, Разобрались, подожди, сейчас запомни, я сейчас... Быть или не быть вторым сезоном, по большому счету, решать вам, дорогие наши зрители. И напишите в комментариях, что бы вы хотели видеть на канале Бег Вредин в рамках вот этого ежедвухнедельного лейт-найт-шоу, которое было... Это не было интервью, надо еще раз сказать. Это были диалоги о рыбалке. Ну да. Просто приглашали людей, находящихся в системе бега, и пытались с ними поговорить о беге. А прикол в том, что многих гостей, которые у нас здесь были, и зрители, которые писали комментарии, и мы лично хотели бы, наверное, даже еще раз повторить, позвать их снова, потому что многие темы не были освещены в рамках двухчасовых эфира. Ну вот, например, эфир про Сашу Боярскую. Я думаю, что с Сашей Боярской надо делать цикл. Ну да. Что, давайте прощаться. Завтра тяжелый день. Да. Всем, кто побежит завтра, в твоем лице, дорогой Александр, легких ног. И пожелайте мне удачи еще. Удачи тебе. А ты им тоже, наверное, побежишь десятку, да? Не исключено, мне тренер даст вердикт по моему стрейну и по моему рекавери, который у меня будет в субботу. Походу делают тренер, это учитель английского. А, это один и тот же человек. Ну, тогда, а ты, значит, будешь резать ленточку, я так понял, да? Я попросился, дайте мне ленточку поддержать. Дорогой Дима, дайте, пожалуйста, чемпиону России поддержать ленточку. Причем с двух сторон. В хорошем смысле этого слова. Мы имеем в виду финишную ленточку.